Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Нож этот прекрасный. Ну, почему они должны быть плохие? Главное – беленькие. Угу. Под рубашечку. Особая керамика. Все это хорошо. Это надо мелко. Ну что? Угу. Самое время заняться целебной кулинарией. Я Геннадий Малахов. Приветствую вас у Кранов. А мой гостю Таню Лавич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. Оладушки из капусты. Почему я выбрала капусту? Я очень люблю капусту. А я думала, ты хочешь, чтобы у тебя блюдо было побольше. Кстати, капуста способствует, я думаю, в какой-то степени. Я заготовила этот вопрос. Ну, я думала, задать его в конце. Ладно. Тогда, может быть, с самого начала. Это миф, откуда растут ноги, о том, откуда растут ноги того, что от капусты растет грудь. И растет ли она только у женщины, или растет она еще и у мужчины? Ну, я думаю, что у мужчин она особо не растет. Но если смотреть, вот так вот взять и посмотреть, она уже напоминает. Есть такое полусферка. Да, полусферку напоминает. И дело в том, что все то, что дает какой-то объем, ну, будем говорить, косвенно может влиять и на увеличение грудин. Ну, это получается, что можно есть эти арбузы, ананасы, почему капуста? Ну, именно капуста считается. Ну, вот почему? Почему? Ну, согласно, я не поверю, это так уж можно рассматривать. Ладно, но с точки зрения народно-медицины, на самом деле, первое, что я хотела у вас узнать, Геннад Петрович, это почему от хрустящей капусты люди сбрасывают вес? От хрустящей капусты люди сбрасывают вес потому, что в первую очередь еще древние диетологи, будем так говорить, или врачеватели, они уже говорили, что она обладает свойствами усиливать жизненный принцип диета, который как раз и вызывает сухость и холод в организме, то есть подсушивает тело и охлаждает. Поэтому, уже смотри, капусточку, ну, в зимнее время есть ее так в больших количествах не желательно, а вот что касается для того, чтобы человек по стране, дело очень хорошее. Ее можно тушить или... Я, знаете, я капусту люблю с детства, у меня мама очень хорошо готовит, я обожаю тушеную капусту как сложный гарнир, когда, ну, к какому-то виду мяса подается, значит... Морковочка? Нет. Там все, может быть, не так... А что там? Нет, да, смотрите. Сложный гарнир заключается в том, что отдельно лежит пюре и отдельно лежит капуста. То есть сложный гарнир из пюре и тушеной капусты. И это настолько вкусно, например, с рыбкой какой-нибудь гарнир. Вот смотри, смотри, Танюша, оказывается, это неверно. С позиции целебной кулинарии либо вы делаете тушеную капусту и едите ее с мяса, либо же вы тушеную капусту кушаете с картошкой, а когда получается вот этот сложный гарнир, он уже не особо полезен для пищеварения. Поэтому, смотри, в первую очередь в капусте меньше всего калорий. Далее она создает объем, что очень важно в желудке человек наедается. И к тому же она является, несмотря на то, что калорий мало, сытным продуктом, который дает еще организму силы. Вот у меня есть силы для того, чтобы определить наш план действий сейчас. Если мы будем сейчас жарить наши оладушки, то вы тогда действительно давайте дорежьте этот укроп. Почему? Потому что он нужен и в тесто, и он нам пригодится для украшения. Я сейчас поставлю уже, наверное, не наверное, а точно сковородочку, чтобы она открылась. Потому что тесто для этих оладин готовится очень просто. Очень тонкая нарезанная вот эта капуста, очень тонкая. В нее будет добавлено только яйцо, мука, чуть-чуть укропчика, это хорошо, что они сочетаются на мой вкус. Ну и чуть-чуть соли и перца. Соли и перца. А вот смотри, если человек хочет постоянить, соли желательно, ну как можно меньше, а лучше без соли выйти. Тогда будет то, что надо. И знаешь, что еще? Как вообще без соли? Да. Почему? Поменьше соли. Либо, либо же смотри, вот у меня как раз лежит морская капуста. Для того, чтобы мы говорим о целебной кулинарии, чтобы она была действительно целебной и наши оладики были, выделялись из всех прочих, туда надо добавить морской капусты. Давайте попробуем. Ни разу не делала, давайте попробуем. Давайте, давайте. Оказывается, смотри, ты хочешь, чтобы они были вкусные и вкус, это обычно соль. Да? Да. Чуть-чуть. А вот здесь содержится маркасу, здесь содержится микроэлементы, здесь содержится, кстати, как и в капусте, содержится обилие йода. И такие оладушки будут целебны. Особенно для тех, кто страдает какими-то заболеваниями или недомоганиями от щитовидной железы. Йод. Йод натуральный. Вот что еще хорошо. Так, хорошо. Я поняла, я согласна. Ага, что у нас? Согласна. Я согласна. Давайте сделаем где-нибудь на середочку там, на шесть-пять, потому что, чтобы они, конечно, не сгорели. И пусть она пока... Хорошо. Руки черты. Я все буду руководить, потому что для того, чтобы блюдо было целебным и ты его не испортила, я буду за всем наблюдать и в случае чего мне шорт сыграет. Итак. Я считаю, что его нужно немножечко, ну, пожмахать. Чуть-чуть. Хорошо. А знаешь что? Чтобы не жмахать, не жмахать, можно было бы просто-напросто населить это на мелкой терке. Тогда намного все лучше пошло. А так я не знаю, оладушки у тебя будто вот такие большие. Как они будут лететься? Вообще, рецепт этих оладушков такой, знаете, нудный. Сначала надо эту капусту на какой-то водяной бане отварить. Значит, нам стало какой-то вязкой. Добавить туда манку. И потом из этого делать куличики. Мне это не нравится. То есть я делаю по образу кабачковых оладьев. Когда прям свеженько-свеженько. Хорошо, хорошо. Это намного лучше действительно кабачковых оладьев. Ну, думаю, свежая капусточка хорошенькая. Ну, посмотрите, как мы ее помяли. Ну, давай. Она стала прям такой вот, ну, очень маленькой. Хорошо, хорошо. Я думаю, все-таки лучше ее натереть все-таки на мелкой терке. Давай ты вот такой оладьечек готовишь. А я, да, сделаю немножечко другой. И мы посмотрим, как они будут у нас сочетаться. Ладно. Потому что тут у тебя все-таки они большеватые, мне кажется. Так, выдавляем фундочку. Слушайте, удивительно. Хорошо. И начинаем натирать. Давайте тогда вы еще будете делать со своей этой капустой. Морской. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Единственный вид капусты, который я не люблю. Мне все нравится. И брокколи, и кальрады, и цветная. Кстати, кальрады и брокколи очень полезная капуста. Почему? Да потому что в ней гораздо больше растет биологически активный приществ, чем в обычной. Но, тем не менее, и обычная капуста очень и очень полезная. Итак, я натираю буквально таки. На один оладь. Я один делаю. Вау. Давайте его нам там. Хорошо. Вот она, там она у нас есть. Так. Опа. Ага. Больше мне не надо. И, кстати, смотри, я потёр. И у меня настолько она сразу запустила. Я вижу, да. Я вижу. Но уже её не надо дополнительно мять. А мука вам нужна будет? Чуть-чуть? Сейчас посмотрим, да? Сейчас посмотрим, да? Раз. Я сейчас буду муку просиливать. Мне очень нравится эта цель. Хорошо. Мука. Ага. Сразу же замечу, вот что делает Танюша. Ну, мука для сцепки здесь ещё, как бы сказать, показана. Ага. Но с целью целебной кулинарии я бы всё-таки её не делал. А как будет держаться? А вот я сейчас попробую как раз сделать, как она будет держаться у меня. Давайте попробуем. Так, мне надо ещё один стаканчик. Ещё один стаканчик. Ещё один стаканчик. Видите? А я начну, наверное... Я возьму, сюда добавлю белка яйца. То есть у меня получится блюдо, которое правильно сочетается. То есть без желтка? Без желтка. Здесь будет один только белочек. Белки и, значит, растительная масса прекрасно сочетаются. И так. Я разбиваю. Так. Чтоб у меня желточек отдельно, белочек отдельно. Так. Как делаем? Ого! Вот. Я уже понимаю, что действительно на тёпке поинтереснее будет. Так. Теперь я добавляю. Вот. Добавил. Теперь я беру сюда зелень и добавляю. Так. И для вкуса нам ещё надо... А капусту тоже? Морскую капусту. Морскую капусту. Её бы желательно измельчить, потому что она слишком большая. Поэтому я также слегонца протру на чёрочке. Так. А квашеную любите капусту? Так. Квашеная капуста. Квашеная капуста очень хорошая вещь. И, кстати, там витамина С больше, нежели в обыкновенной капусте свежей. И знаешь о чём? Квашеную? Квашеную. Больше нет. Оказывается, когда капусту начинают резать, она в результате измельчения начинает выделять особые вещества, которые, в частности, и образуют витамин С. Поэтому квашеной капусты больше. И, кстати, квашеная капуста, квашеная капуста, она очень полезна тем, кто у нас... Можно руками перемешать, да? Кто у нас страдает от запоров, потому что это всё-таки такой раствор получается, который, ну, вы говорите... Размельчает? Который тяжёлый сам посетит. Ага. И он способствует тому, что опорожняется. Далее. Улучшается пищеварение от квашеной капусты. Но люди, которые страдают гипертонией, повышенным давлением, у них получается всё наоборот. Она повышает, потому что она содержит немножечко там и соли. Квашеная капуста, показанная людям в большом количестве, тем самым, которые страдают повышенным давлением. Гипертонией, да. Вот у меня получилось. И знаешь, что я ещё хочу сделать? Я ещё хочу сюда добавить немножечко имбиря. И мы сейчас сделаем две котлетки и попробуем. Так. Это одну массу я уже сделала. Мне кажется, у вас будет поинтереснее. Ну, посмотрим. Я иногда свои оладьи назову, как я... Хорошо, хорошо. Так. Это я выкладываю вот сюда. Так. Вот у меня какой повышенный. Мне ещё, знаете, что интересно? Как работает механизм помощи людям, страдающим всякими язвами, болезнями желудочно-кишечного тракта? Потому что я слышала, натощак нужно пить капустный сок, и пройдёт то ли язва, то ли ещё что-то. Просветите. Действительно, капустный сок полезен. Капустный сок и вообще свежая капуста полезны тем, кто страдает различными там язвными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это, оказывается, там содержится особое вещество, которое как раз и помогает тому, что язвенный процесс лечит. Поэтому очень хорошо использовать особенно капустный сок, особенно свежую капусту для того, чтобы у нас лечились эти заболевания язвенного характера. Но, так как капустный сок сам по себе, да и вообще капуста обладает способностью вызывать газообразную паницу. Поэтому сперва надо либо очистить желудочно-кишечный тракт, с помощью правильного питания, либо капусту, капустный сок, капусту тушить, тогда она не будет вызывать разобразование, а сок капустный надо будет разбавлять пополам с морковным соком и тогда будет получаться, он будет лучше питься. Кстати, мы можем сделать этот сок, ты выпьешь капустный ты попробуешь морковное капустное или яблочное капустное. Ну, убедись, в чем разница будет. Мы все это сделаем. Аппетит приходит во время еды. Я слышу возникший аппетит на новые средства. Ну, что у нас? Главное, чтобы успели сделать витаминный салат. Почему? Потому что я, например, очень люблю витаминный салат, тот, который в советское время в общепитии и сейчас в симпатичных демократических столах можно встретить. Я его очень люблю, но долго он мне не получается. Вернее, он получается, но нужно, чтобы он стоял всю ночь в холодильнике. Я добавляю на этот уксус. Все дело в майонезе. Уксус ни в коем случае добавлять не надо. Можно добавлять только яблочный уксус. Почему? Потому что он тогда нормально действует. Если мы с вами будем добавлять столовый уксус, то столовый уксус пережигает элитроциты. То, чем нам надо, чтобы мы разрушали красные кровяные лица. Итак, у тебя получилось, я так чувствую. Да, Геннадий Петрович, значит я выкладываю это. Выкладываю. Выкладывайте меньше. Только раз, 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 раз. Но есть в теплом виде. Если все это у вас постоит какое-то время, то геннадий Петрович теряет свою активность. Геннадий Петрович, я welcome. Ага, хорошо, хорошо. Теряю свою активность и уже не такие хорошие, как нам надо, чтобы они нас укрепляли. Итак, я беру свои котлетки. Помочь? А я сразу беру. Давайте. А я тогда приготовлю стол для того, чтобы мы выложили. Одна у меня котлетка с имбирьем, другая котлетка у меня с тракуточкой, о-о-о-о. Маленькая. Сметанка. Кстати, имбирные котлетки очень хороши в холодное время и для того, чтобы человек не простужался. Если хотите, для этой котлетки иммунитет будет укрепляться, память, пищеварение и все остальное. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Опа. Вот смотрите, сразу видно, в моей котлетке однородная масса. У Танюши получилась, ну, как бы сказать, такая соломочка. Соломочка. Ну, попробуем. Она, я думаю, тоже приятная будет. Вот. Так. 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 Сметанку на них или на середочке? Так. Сметанки, никакой сметанки. Подальше. Подальше. Как никакой сметанки? Ну, тогда... Пока ждите. Тогда не макайте ее. А я буду. Ладно. Таня будет со сметаной. Вот смотрите, с чем, как сказать, чревато. Если вы хотите, чтоб у вас вес уходил, то никакой сметанки не используйте. Ешьте в сухомяточку. Долго жуйте, и все будет нормально. Как только пошла сметанка, будет гораздо вкуснее, и вы переедаете со сметаной только усилили один блинчик. Ну, это два. Вот это нормально. А так вы съедаете штучек... Штучек пять. Ну, что-с. Ладно. Давай начнем. Поставим сметану в покое. Давай начнем. Сметану в покое. Да. Я начну. Каждое блюдо. Да, да. Другого. Да. Да. Где соберем? Малышки соберем, да? Угу. Ну, по-другому. Угу. Ну, это хорошие. Они, по крайней мере, хрустят. Угу. Хрустят. Угу. Это хорошо. Ну-ка. Ну, так я... Я тоже пробую. Соберем. Соберем. Да. Значит, что говорю первое. Во-первых, мне нравится консистенция. Во. Раз. Это правда. Во-вторых, мне нравится, что отсутствует резкий запах морской капусты с йодом. Мне это тоже нравится. Здесь очень важно соблюдать пропорцию. Если слишком много будет капусты... Во. Вот это мое. Без имбиря. Без имбиря. Очень... Имбиря можно поменьше. Можно поменьше, наверное, да? Поменьше. Ну-ка. Я бы даже, наверное, добавила бы чуть-чуть побольше этой морской капусты, чтобы добавить соли. Чтобы соли не было. Чтобы чуть-чуть, да. И вот тут у нас получается, что мы делаем целебное блюдо вкусно. Да. Вот эти я... Тот компонент, как морскую капусту, которую мы не любим и не едим, здесь желательно и побольше добавить. Я бы знаете, что скажу про вот эти соломкой? Угу. Они тоже прекрасные. Они просто другие. Да. У них плюс в том, что хруст приятный. То есть понятно вроде бы, что это как горячая закуска, но при этом есть свежесть благодаря вот этому правильному хрусту. Здесь как раз идет нерудка надувы. Надо жевать. Жевать надо. Да. Поэтому у нас уже зубки укрепляются. Далее, чем мы больше жуем, чем больше выделяется желудочно-кишечного стока, улучшается у нас пищеварение. Вот. Жевать надо. И естественно хорошая профилактика запора. Если мы жуем более тщательно, то у нас различные там рыбочно-кишечные заболевания, выпрыхли. Вот. А у меня такой интересный, он у меня более сочный получается. У вас более сочный получается? Получился более сочный. Ну-ка. Ммм. 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 Приятный на вкус Каждый остался по своим Все программы на ТВ Рассказывают о вкусной И бесполезной, а то и вредной Для здоровья кулинарии Только наша программа рассказывает О полезных свойствах продуктов И целебной кухни Пишите нам Присылайте свои рецепты Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться И помните заповедь Древних врачевателей Пусть лекарством будет пища А пища лекарством С вами была целебная кулинария До новых встреч